здравствуйте друзья сегодня я просто мыслями поделюсь которыми хотелось поделиться а хотелось поделиться потому что я так смотрю за тем как движется вот этот караван из гондураса там сальвадора как он пришел к американской границе и так далее да вообще масса интересно значит когда караван только тронулся там было ну там 5000 человек потом говорили что он дорос там до 7 потом было много рассуждений на тему о том сколько из них реально дойдет до границы потому что на не все могут дойти в конце концов там и дети у людей где-то они там кто-то из них вернется кто-то из них мексике останется мексиканское правительство предлагала ему политическое убежище и работу там в мексике сейчас хорошо с работой и писали что две тысячи человек подали на политическое убежище в мексике то есть так казалось уж там дойдет там но несколько сотен вот предыдущий караван который был весной тоже так он как-то начинался а там пришло границы человек 200 300 значит дальше там такие еще дела разворачиваются на американском фронте внутри здесь сша значит президент говорит вот мы теперь значит меняем положение о том как обрабатываем заявки на политическое убежище что если ты хочешь обратиться ты должен обратиться вот там где ты границу переходишь вот там в официальных местах и вот там вот а если ты границу перешел и хочешь изнутри подавать тогда значит мы не рассматриваем по идее это должно было бы как бы сказать предотвратить переход границу нелегально людьми которые хотят подать на политическое убежи то есть сама по себе мера она как бы разумно в том плане в каком она осуществима но она не осуществима потому что она нарушает закон в законе совершенно четко написано что никакой связи нет то есть где бы ты ни был ты можешь подавать на это политическое убежище внутри снаружи там и так далее нет такого в законе ограничения соответственно федеральный судья накладывает временное как сказать прекращение такую меру как временное прекращение пока суд может быть более высокой инстанции не не даст свое заключение по этому поводу таким образом значит вот этот как бы элемент снимается в предотвращении проникновения людей в страну и мы смотрим значит что во-первых их количество растет то есть вместо того чтобы казалось бы там снижаться на эти там пару тысяч которые уже попросили политическое убежище в мексике и те кто вот просто может быть вернулся там и так далее но мы видим что количество растет как 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 ни странно то есть к этому каравану присоединяется все больше и больше людей неизвестно откуда во всяк случае то есть наверное они откуда-то но я вот не в курсе откуда эти люди пришли чего они пришли значит как бы совершенно меняется характер вот этого таскать потока движущегося в караване они там предпринимают попытку прорваться через границу там 500 человек там что-то бежали пытались прорываться вот но если источил газом на счетом и они довольно резво побежали обратно то есть я не знаю наверное уже крыши немножко едет от долгого от долгого перехода я даже не знаю наверное их науськивает еще кто-то мозги прочищает я предразумеваю что там как бы есть такое тоже то есть есть организация которая типа там вот мир мир без границ они как-то по-другому называется но смысл в том что без границ вот и они как бы их там какая-то она испаноязычная организация но у них есть много отыскать единомышленников на американской стороне сша начало получать вот теперь размышления что получается система управления государством американским устроена таким образом что есть закон вот в основе лежит закон дальше этот закон с одной стороны внедряется в жизнь применяется в жизни правительству и дальше на случай когда административная власть что-то не то делает у нас есть суды эти суды все время смотрят закон выполняется закон не выполняется закон нарушен не нарушен и вот вот этот значит этот суд следит чтобы законы не нарушались то есть если ты хочешь что-то кардинально сделать изменить в стране ты должен изменить закон если ты закон изменить не можешь конечно есть какой-то люфт небольшой где администрация может как-то вот своими средствами вот ей дано особенно ей дано вопросах границ и миграции там и так далее но тем не менее это не заменяет закон поэтому получается такая вещь чтобы что-то изменить стране надо изменить закон чтобы изменить закон нужно быть президентом страны президенту нужно быть как бы таким мастером что ли переговорщиком то есть нужно договариваться этому дал тому дал договорились совместили интересы и так далее поскольку как бы у них у всех у разных политических сил есть там сколько-то голосов в принятии решений когда голосуют за тот или иной закон соответственно какой-то баланс одному это важно другому это важно для кого-то что-то совершенно неприемлемо а для другого другое неприемлемо и вот начинается какая-то торговля сведения какого-то баланса и так далее и так далее и вот это и есть как бы искусство что ли не наука не на есть там наука нет на случай это это нужно быть мастером по компромиссам и то что вот сейчас происходит у нас есть с такой вот он там говорится им что трампу мешают я бы как же можно ему помешать вот смотри у него большинство в одной палате большинством другой палате сам президент он может любой закон провести ведь ему мешают кто кто то есть как в кинофильме там не уловим мстители ведь выкрасть хочет гриню нашего быть кто же это ведь сволочи красные мешают ему сволочи красные причем эти сволочи красные из его собственной партии понимаете да то есть не не то что из той он на туда же не рассчитывал но свои он со своими договориться не может это мне напоминает ситуацию с клинтоном когда он пришел к власти стал президентом и у него был абсолютно четкий мандат на проведение реформы здравоохранения и у него было большинство в обеих палатах и он был президентом и казалось бы проголосовали его тебе реформа здравоохранения но он поручил ее собственной жене она уже все и загубила перессорившись уже внутри со своими же перессорившись то есть как бы понятно да вот один в один была та же ситуация что мы сейчас имеем когда президент не может договориться со своими же однопартийцами так вот к чему я говорю а так боже может у нас там 25 лет уже было бы нормально какая-то система здравоохранения вася куча такая вот как западных странах европейский канаде в общем получается такая история что мы видим четко как бы вот эту сказать не жизнеспособность философии такой диктаторской да когда вот победить побеждает не тот кто договорился а побеждает тут кто сломал значит всех остальных переломал значит если ты его не сломал то ты и не победитель победитель тот кто сломал договорился это ты лузер и вот это вот и она нет не срабатывает вот надо там войска двинули это там еще чего-то он сейчас конституцию решил изменить да вот это вот там поправка какая-то там по счету я не помню что 15 о том что по рождению это кто кто в америке родился тот и гражданин я лично за то чтобы ее отменить вот я считаю что она была принята в определенных условиях исторических и как бы имела смысл абсолютно но сегодня там 150 лет спустя 660 170 это бессмысленно но до этого должна быть проделана некоторая работа изменить что бы то ни было в нашей конституции сложно но послушай но тогда но так это же уже навсегда но так надо изменить конституцию она говорит а мы сейчас вот будем по-другому ее интерпретировать но там невозможно по-другому там четко написано вот просто в лоб написано родился значит пригодился как гражданин все там там мир там не разбирается там нелегально твои родители присутствовали стране или нелегально присутствовали в стране там написано что родился от родителей которые являются субъектами юрисдикции шашка а что же ты можешь делать любой человек на территории сша является субъектом юрисдикции сша если только он не иностранный дипломат какой-нибудь и все в то время это еще были индейцы иностранные дипломаты и индейцы потом индейцев выключили из этой категории уже в двадцатом веке в двадцатые годы вот и они стали тоже как бы по рождению граждан так вот к чему я рассказываю что и не получилось так вроде по балаболили немножко и дальше пошли почему потому что никакая административная власть не в состоянии изменить законы и вот мы видим в течение последних двух лет как президент пытается вытеснить законы избавиться от вот всех этих вот условностей какая-то конституция ему дико мешает конституция дико чудовищно мешает это самой конституции он все время нравится что сделать выяснять что так нельзя еще что-то сделать еще что-то и опять нельзя и снова нельзя и и и не получается и посмотрите например на вот этот как как он сразу президентом стал так называемый immigration банк запрет на эмиграцию он один раз суды отменить суд отменяет второй раз суд отменяет по вот там даже и третий раз было суд отменять я уж него там три три раза или четыре бы и вот дальше уволенные нынче генеральный прокурор этот самый сэшенс он садится как специалист этим заниматься он юрист он понимает что делает вот и они уже так этот лепит такое как бы нечто что похоже на закон то есть они исключают оттуда то есть не то что исключает вместо того что все страны были мусульманские они добавляют там еще парочку стран которые не мусульманские добавляют северную корею из которой в сша там за год приезжает 20 человек но неважно значит вот добавляют северную корею добавляют венесуэлу ну то есть как бы получается что мы не против мусульманских стран а мы против стран в которых бардак включая там мусульманские неважно мусульманские корейские латиноамериканские и вот уже появляется что-то такое что не противоречит закону потому что закон больше нельзя вот по национальности нельзя по вероисповеданию нельзя там по еще чему-то нельзя и к чему я говорю что если мы хотим изменить ситуацию иммиграционную возвращаемся снова к миграционной если мы хотим ее изменить на что-то более разумное и как бы соответствующие интересам страны и так далее и надо сказать что нынешняя система конечно вышла за рамки того что в общем-то разумно и отвечает интересам давно вышла так вот если мы хотим это сделать то мы должны делать это через изменение законов и через изменение законов это именно то чего нынешняя администрация в принципе делать не может потому что вот эта поддержка которая идет со стороны таких разрушителей системы до которые говорят там ну ну как бы им тоталит или тоталитарно хочется вот мешают ему под кто мешает законы блин мешают а чтобы их не изменить мешают законы изменить мешают то есть договориться не может и в этом и есть фиаско так бы того подхода на котором строится вот политика травм фиаско состоит в том что он не способен договариваться и если он будет договариваться его как бы основной такой избирательный блок который за ним стоит его избирательный блок от него откажется может быть не полностью может быть частично но это люди которые не хотят ни с кем договариваться и он вот как бы с ними то что это его наиболее верное искать сторонники всем остальным там до него лично может особых дел то нет то есть если они голосуют всегда за республиканцев они бы еще за кого-то проголосовали вот а эти они преданы но именно эти договариваться ни с кем не хотят поэтому вот такая интересная у нас картинка получается я это к чему все рассказываю что так мы живем живем и ну да мы знаем что у нас вот такая система что у нас есть закон у нас есть президент у нас исполнительная власть у нас есть судебная власть вот такая тройка эта тройка так вот работает и так далее так далее а дальше вот значит возникает некий герой там на коне с копьем и люди кричат ура вот он сейчас вот он сейчас вычистит эту нечисть как они там болото осушить значит значит вашингтонская там и так далее и далее но в итоге что-то там до болота у него руки не дошли а вот попытка действовать в обход конституции в обход законов в обход этого всего она не работает вот не получилось не получилось такой вот так сказать захвата власти не произошло отмены конституции не произошло конституция работает законы Работают суды, работают полиция, армия, все на месте. И вот такая вот сложная ситуация у президента Трампа. Так что, как бы мысли о будущем, о том, как страна живет, интересно. Вот, во всяком случае, мне интересно, я поэтому с вами и делюсь. Счастливо! Продолжение следует...